МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время исследования был выявлен еще один аналогичный факт. Расследование уголовных дел продолжается. Использование поддельных документов карается законом. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и предпринимать такими моментами, как при решении установленной скорости движения. Внимание на дорогах! В городе проходит профилактическая операция «Скорость». Об этих и других новостях подробнее. Обращения смолян не остались без ответа. На жалобы по работе больниц и медицинских учреждений отреагировал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Сообщение о неприемлемых условиях в одной из смоленских больниц, которую губернатору отправила неравнодушная Смоленка в социальной сети, вызвало у главы немалый интерес. Алексей Островский заявил, что подобные условия недопустимы в медицинских учреждениях и поручил проверить все больницы области. Ревизионные мероприятия коснутся больниц как областного, так и районного уровня. Проверить состояние матрасов, постельного белья и соблюдение санитарных норм. Глава области предупредил, что в случае искажения фактов проверки медицинских учреждений виновные поплатятся должностями. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи пожарно-спасательному подразделению при пожаре, по оказанию помощи при происшествии на воде, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими, а также по вскрытию дверей. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 612 сообщений, из них 225 ложек. Поступило и отработано 7 просьб от населения. Герои СССР, герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей больше не будут платить взносы за капремонт. Закон об этом вступил в силу 18 июня. Кроме этого, граждане этой категории освобождены от уплаты за пользование жилым помещением и его содержание. Также им не нужно платить за коммунальные услуги – холодную, горячую воду, электрическую и тепловую энергию и за газ. А также за обращения с твердыми коммунальными отходами. Аналогичные льготы есть и у героев социалистического труда, героев труда Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедомовых квитанций. Предъявить поддельный документ сотруднику полиции – сомнительная идея, чреватая большими неприятностями. В этом убедились водители нескольких большегрузных автомашин. Подробности далее. Таможенный переход в деревню Красная Горка стал последним пунктом остановки для водителей этих большегрузов. Ими были предъявлены документы на автомобили, пользуясь которых вызвала сомнения у сотрудников полиции. Подозрения подтвердились. Свидетельства о регистрации и транспортных средств были напечатаны на обычном принтере. Как итог, оба водителя задержаны и готовятся понести наказание. В настоящее время дознавателям отделения полиции по Красненскому району межмуниципального отдела МВД России Руднянский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса использования заведомо подложенного документа. Расследование уголовных дел продолжается. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Повышение патриотических настроений зафиксировано среди всех категорий граждан России. Выражается это и по отношению к воинской обязанности. Рекордное количество россиян, а это 60%, заявили, что служба в армии – обязанность каждого настоящего мужчины. Это данные социологического опроса. С начала исследований в 1997 году этот показатель не превышал 44%. При этом бессмысленным и опасным занятием службу в армии назвали 12% респондентов. Эксперты считают, авторитет и доверие к армии выросли за счет конфликта на юго-востоке Украины и войны в Сирии. Ощущение противостояния с врагом и рост внешней угрозы приводит к мысли о необходимости сильной армии. Организация полного цикла производства наркотических и психотропных веществ – это выдержка из нового закона, который приняла Государственная Дума Российской Федерации. Документом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории России. Это мероприятие по импортозамещению в сегменте обезболивающих лекарственных препаратах. До недавнего времени необходимые элементы лекарств, например, из опии, импортировались из других стран. Но из-за действующих санкций это стало невозможным. Так что в скором времени наркосодержащие растения появятся и в России. В период с 17 по 23 июня по всей Смоленской области проводится операция «Скорость». Сотрудники Десногорского ГИБДД не остались в стороне. Они вооружились приборами измерения скорости и заняли свои позиции на постах. Подробности в сюжете. По статистике, наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий является превышение скоростного режима. В большинстве случаев водители не акцентируют внимание на дорожные знаки. И чтобы исключить возможные нарушения и предупредить любителей погонять с ветерком об ответственности, сотрудники Десногорского ГИБДД установили на трассе Н1 прибор измерения скорости АМАТа. «Мы находимся на данном участке по дороге Н1. Ограничение здесь скоростного режима 40 км в час. Допустимо до 60 км в час. Работаем с прибором АМАТа». Всего за полчаса на выезде из Десногорска было зафиксировано два скоростных нарушения. По странной случайности, нарушителями оказались автоледи. Им сотрудник госавтоинспекции выписал штраф в размере 500 рублей. И несмотря на то, что большинство нарушителей с показаниями лазерного измерителя не согласны, АМАТа является максимально точным прибором. Его отличительная функция – это визерные метки на фотографиях. Этими метками прибор обозначает из всего потока именно тот автомобиль, который в данный момент и превышает установленную скорость. «Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и не предпринимать такими моментами, как превышение установленной скорости движения». Соблюдение скоростного режима жизненно важно для всех участников движения. Поэтому будьте внимательны на дороге и ни гвоздя вам ни жезла. Уважаемые автовладельцы! Билеты Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна ТВ. Крупные продуктовые магазины готовы передавать нереализованные продукты на благотворительность. Об этом сообщил член комиссии по правам человека Евгений Бобров. После проведенных переговоров с ритейлерами выяснилось, что магазины готовы жертвовать продукты в том числе и в больницы, поликлиники и хосписы. Но член комиссии призвал разработать ряд формулировок и санитарных правил, при которых это было бы возможным. Многие продукты при ненадлежащем их хранении и транспортировке могут скорее навредить, а не помочь. Также подобное использование продуктов с истекающим сроком годности должно сократить расходы на содержание некоторых категорий граждан, включая инвалидов и бездомных детей. Будет ли реализована данная инициатива, пока неизвестно. И о погоде. 22 июня в Десногорске переменная облачность, возможно гроза. Днем около 28 градусов тепла, а ночью плюс 21. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте disnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok